добрый день дорогие друзья сегодня понедельник 24 июля двадцать третьего года я вас приветствую из Брюсселя и продолжаем разговор о политике сегодня мне хотелось бы обсудить с вами атаку Москвы дронами несомненно это самая обсуждаемая тема в мировых СМИ что не мудрено но также она бурно обсуждаемая из-за существующих версий пришедшего российской украинской и других прежде чем перейти к обсуждению этих версий мне бы хотелось предложить вам заглянуть в мой блог который так и называется банденский точку блок на русском языке потому что я выложила фотографии и видео российских гражданских журналистов этих зданий этих разрушений которые помогут вам понять происшедшее для оценки правдоподобности той или иной версии тольной версии пришедшего а и также я выложила в своем блоге и карту этого микрорайона которая также является ключом к пониманию мнений некоторых экспертов и так я начну сам на заявление мэра москвы собя и на тот случай если кто из вас не успел открыть ленту новостей поскольку у нас собеседники в более чем 100 странах мира и так собянин заявил о том что сегодня в четыре часа утра были атакованы два нежилых здания не одно из них по комсомольскому проспекту другое по проспекту лихачёва к счастью все обошлось без человеческих жертв поскольку в зданиях никого не было и настоящий момент движение по этим проспектам перекрыто не потому что идут работы по ликвидации последствий ущерба если вы посмотрите на фотографии вы поймете сколько там битого стекла и так далее 50 метров битого битых окон и соответственно колоссальное количество битва стекла а на асфальте но на этом общая часть завершается фактология с которой согласны более-менее все более-менее у меня потому что ряд москвичей заявили о том что они видели как из здания на комсомольском проспекте вывозили людей их эвакуировали скорее всего это действительно правда поскольку в такого рода больших зданиях всегда находится техническая команда которая обеспечивает функциональность этого здания и без безопасность поэтому скорее всего там была небольшая группа людей частью это атака им не принесла никакого вреда и а далее следует версия версия министерства обороны под руководством доблестного генерала шайку конечно же они рапортовали об успехах и я предлагаю вам посмотреть на этот успех на фотографиях как выгорели от этого взрыва дрона по крайней мере два верхних этажа но тем не менее министерство обороны российской федерации заявили о том что эта атака была успешно отражена и все хорошо прекрасная маркиза но все как всегда вы знаете что шайку мастер пиара и он продолжает утверждать то что совсем не очевидно никому другому есть конечно украинская версия украинская версия заключается в том что это была совместная работа совместная акция диверсия так называемых волонтеров на территории россии то есть диверсантов на территории россии и украинских спецслужб это похоже на правду потому что уже многие сказали что эти дроны не летели из-за львова ужгорода и киева одессы николаева и так далее как они летели скорее всего с территории россии возможно из ближайшего подмосковья возможно даже из некоторых районов москвы они летели низко они летели незамеченными и украинцы отмечают свой успех есть это сказать обе стороны отмечают успех шайгу отмечают успех украинская пресса отмечают успех и ликует и а далее следует различные на мой взгляд более взвешенные версии одна из которых утверждает это группа журналистов группа исследователей который называется belling cat очень смешное название belling cat они расположены в нидерландах но эту группу основал британский журналист близкие как пишут британской разведки м ай 6 или м а секс и они пишут сразу же о том они одним из одними из первыми откликнулись на прижечь и они стали писать о том что на самом деле это атака была задумана иначе то есть она была успешна только частично потому что да это это ущерб да это событие да это удар по нервам но целью были здания гр у а который находится в этом районе то есть на самом деле эти дроны целей не поразили потому что там есть и военная академия если вы посмотрите и другие здания и в особенности как они пишут интерес представляют хакерские офисы то есть там офисы российских хакеров которые занимаются нелегальной разведка я не знаю дорогие если разведка легальная но они так написали что они занимаются нелегальной разведкой в инфополе и эти хакеры были целью так же как и другие военные объекты сколько на самом деле было беспилотников мы не знаем потому что собянин упомянул только два из них которые поразили здание соответственно были ли другие беспилотники были ли они перехвачены были ли они обезврежены мы не знаем но версия этой группы близкой британской разведки беленька очень смешное название она на мой взгляд близко истине потому что целью не были эти здания сказать целью скорее всего были действительно объекты которые принадлежат министерству обороны г.р.у. это конечно было бы очень символично если бы они ударили по этим зданиям долин кят это кошка с колокольчиком на шее это очень смешная история ее объясняет сам основатель этой группы он говорит о том что ему понравилась средневековая притча о том что мыши думали долго о том как обезвредить кошку и они придумали они решили что ей надо на шею повесить колокольчик когда они будут слышать о ее приближении но проблема была в том что ни одна из мышей не отважилась осуществить эту операцию поэтому он иронично называет свою компанию свою организацию belling cat это это императив наверное это навесить кошки колокольчик на шею то есть они имеют ввиду себя что они такие мыши которые рассуждают о том как повесить кошки колокольчик на шею мне это симпатично как название но я не считаю что у них всегда правдоподобные материалы но в этой ситуации я считаю что эта версия правдоподобная то есть я считаю что их версия тем более что они были одним из первых кто они заявил они заявили о том что целью были военные здания на этой территории в этом микрорайоне что было бы колоссальной эмоциональной психологической победой потому что вы знаете что это гибридная война то есть инфа война психологическая война играет в этой военной компании колоссальную роль поэтому я думаю что их точка зрения конечно приоритетная для меня она наиболее правдоподобная что метились в одно из зданий которая прилежит гайру что касается украинской российской версии что касается российской версии я думаю она просто гротеск на особенно когда вы смотрите на количество этого битва стекла на два выгоревших от взрыва верхних этажа этого здания и так далее посмотрите сами но что касается украинской версии я думаю что она частично частично правдоподобно то есть действительно это частично успех поскольку это удар по нервам поскольку москвичи проснулись и узнали что их доблестный министр обороны доблестен в основном в пиаре потому что иначе бы они перехватили эти дроны иначе бы они их обезвредили на подходах к москве или на подходах к этим зданиям потому что они не летели со сверх космической скоростью но как вы знаете пиар есть пиар шайгу есть шайгу и так и основные версии я предлагаю вашу вниманию одну российскую официальную российский официоз это бравада министерства обороны 2 эту украинская версия то бравада у меня в су и украинских спецслужб а который очень гордятся тем что они осуществили эту операцию с территории россии то есть на это намекают украинские сми они пишут о том они пишут о том что это была совместная операция украинских волонтеров и украинских спецслужб и российских волонтеров что-то типа того то есть что на территории россии функционируют диверсионные группы это конечно не очень радостная новость для российских спецслужб которым предстоит над чем поработать то есть это я думаю частичный успех и конечно это успех в информационной войне в информационно-психологической войне но я думаю что версия этой группы belling cat кошка с колокольчиком я думаю что это кошка зазвенела колокольчиком совершенно грамотно то есть я думаю что целью конечно были эти военные объекты что думаете по этому поводу вы я буду ждать ваших реакций пожалуйста пишите откуда вы это очень интересно потому что мне интересно если у нас настоящий момент также в этом обсуждении собеседники из москвы я благодарю всех тех кто принимает участие в нашей дискуссии а всех тех кто ставит лайки кто подписывается на мой канал кто делает она ты на его развитие спасибо вам всем большой за поддержку и на связи